Дорогие друзья, бенефис у нас дуэта, пары состоявшихся. И давайте будем говорить так честно и откровенно. Случилось, как бы, Кнессит нас объединяет, и творчески в том числе. Так вот, о Изи и о Валентине уже были сегодня праздничные стихи, но я надеюсь, что Валентин не обидится, если я посвящу ей отдельно прозу. Конечно. Если будет проза, чего, да? Дорогие друзья, значит, Изочка потом скажет два слова, те же заготовленные, сокровенные, а я пока коротко, минут на сорок, пройдусь по ее творческой биографии. Она кричала благим матом, ни в коем случае обо мне ни слова не говорите. Я даже выключу парадный свет, чтобы сосредоточиться. А я решил все-таки сказать. Дело в том, что Иза прекрасный не только человек, не только женщина красивая, но она еще и занимается иногда благодарным, иногда не очень благодарным делом. Она преподает. Это очень сложно. Я помню своих преподавателей, это были несчастные люди. Так что я хочу сказать буквально два слова. Значит, о некоторых, может быть, вам известных людях, которых эта женщина, ну, если не воспитала, то подвела к их звездным минутам, к их славе, к их мастерству, давайте скажем так. Есть такой, у нее был такой ученик когда-то, которого зовут Петр Подгородецкий. Это был один из учеников Изы. И постепенно-постепенно он, выйдя, как говорится, выпрыгнув из ее рук, стал, значит, аккомпаниатором и клавишником в оркестре Иосифа Кобзона. Потом он много лет работал клавишником в знаменитой машине времени. Был такой, может быть, вы его помните, Петя Подгородецкий. Сейчас это имя в российской эстраде, и это тот птенец, которого когда-то воспитала Иза. Когда этот парень ушел, Иза успела поработать самим, как говорится, маэстро. Он тогда был еще молодой парень. В Гнесинском учился институте. Иосиф Кобзон с Виктором Кахнот составляли дуэт. И вот этим дуэтом в качестве музыкального руководителя и в качестве аккомпаниатора и преподавателя это все делало Иза наше. Можно здесь поаплодировать, я думаю. Настал в моем выступлении такой момент. Ну, хорошо, что тон на лицо положила, не вижу, как краснеет просто, потому что тон положила на лицо, чтобы не краснеть. Да, ребята, потом, значит, Иза работала и в Большом театре в качестве музыкального руководителя. Как назывался сейчас, у меня здесь записано. Это оперная студия. То есть вы знаете, что в любом, в таком театре, как оперном, есть балет, который занимается в своей студии, а есть певцы, которые тренируются в своей студии. Ну, такой примерно, как у нас, только чуть-чуть похуже. Ну, я имею в виду аппаратуру в Большом театре, это же не Кнессин. Вот, поэтому Иза работала много лет там, воспитывала вот этих вот певцов, которые потом на Большом театре пели нам свои песни. Приехав сюда, она продолжала свою деятельность. И у нее есть такой мальчик, сейчас я правильно прочитаю, Эдмон Рубинов и его брат Джейсон. Да, знаете такого мальчика? Это ученик нашей Изы. И он дорос до того, что сейчас, на сегодняшний день, пишет музыку для голливудских фильмов и озвучивает европейские фильмы. В общем, этот человек, ну, давайте скажем честно и откровенно, благодаря своему преподавателю, безусловно, без этого не бывает, стал тем, кем он стал. Он стал величиной мирового масштаба. И это все наша Иза. Давайте ей поаплодируем. Но об одном своем ученике она хотела сказать сама. Я хотел вырвать у нее этот текст. Она сказала, нет, ну как же я ни слова не скажу? Ну, только буду играть? Нет. Итак, об одном своем ученике она скажет сама. Самый главный ученик в моей долгой педагогической деятельности, это, как ни странно, но это Валентин, который за два года успел столько, сколько предыдущие, талантливые ученики, занимающиеся по 20 лет, достигли, он за один год сумел сыграть этюд листа, который можно где-то подготовить не меньше, чем за 8-10 лет. Играют этот этюд в консерватории. Кроме этого, это его хобби. А он 41 год прослужил в военно-морском флоте и достиг очень больших успехов. Кроме этого, он еще и профессор, академик, доктор наук. Человек талантливый во всех аспектах. И спортсмен, и прекрасно играет в теннис, и бильярд, вы знаете. Катается на горных лыжах. Катается на горных лыжах. Ну и поет. Но не танцует, хотя танцует очень хорошо. Но он сказал, что пока я не научусь танцевать либерт-танго, он не будет со мной танцевать. Вот это я с вами делюсь своими неприятностями. А вы его, типа, держите в черном теле, да? Не даете ему танцевать? Он меня держит в черном теле. Вот. Ну, в общем, я считаю, что нам всем повезло, что мы знакомы с таким человеком. И дай бог ему долгих лет жизни и радовать нас своим искусством. А теперь, пожалуйста, вернитесь за станок. Потому что... Да, вернитесь к станку, пожалуйста, да? Да. А вот человек, которого вы так сейчас вот совершенно справедливо хвалили, споет с вашим аккомпанементом. Итак, дорогие друзья, дорогая публика, следующий блок, блок песен иностранных, скажем так, или назовем так, на другом языке. На другом языке я попробую со своим отвратительным английским эти песни объявлять. А, Валентин Сизэк для вас их исполнит. Итак, если я не ошибаюсь, мы начнем Soul and Heart. Душа и сердце. Правильно? Да, ехали. Правильно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, безусловно, заслуживает аплодисменты каждое слово, произнесенное, спетое с этой сцены, но следующие слова не заслуживают аплодисменты. Я просто попробую по-английски сказать. So this is love. Я думаю, в переводе это обозначает как короче, это любовь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, ну, то, что происходит сейчас на сцене, это, конечно же, исполнение супер-хитов, которые любит весь мир. И сейчас прозвучит тоже выдержка, это песенка, которую вы не только любите, которые обожает весь мир. Она называется «Осенние листья». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр!